И говорим о льготах. Ещё одно направление, по которому Украину ждут большие перемены. Уже до конца этого года, согласно меморандуму СМВФ, должны монетизировать коммунальные субсидии и создать реестр получателей соцпомощи. Что это значит для рядовых украинцев? Когда люди вместо субсидий будут получать на руки деньги? И будут ли монетизировать другие льготы? Павлина Василенко расскажет об эксперименте, который начнётся уже этим летом. По Львовской области транспортные льготы превратятся в живые деньги. А ещё в Украине, оказывается, есть место, где все прерогативы уже давно монетизированы. Вот только для их получения нужен мандат. Про льготные перспективы смотрите далее. Они много говорили, её требует МВФ. И уже этой осенью она может стать реальностью. Монетизация субсидий – это когда деньги не на бумаге, а в руках. У меня бюджет семьи в среднем получается 4 тысячи на моих троих детей и меня. Я сама воспитываю. Конечно, было бы очень хорошо, если бы государство, так как это в Европе, делало вот эти вот пильги, возвращало наличкой, чтобы мы могли сами этим распоряжаться. Вот только распоряжаться такой наличкой Анна в ближайшее время точно не сможет. Как именно будут проводить монетизацию, в правительстве пока решают. Но уже говорят, дело это долгое. Это значит, что сначала к деньгам, а не клиринговым расчетам будут приучать производители энергии, а до конца года должны составить реестр получателей соцпомощи. Всем известно, что есть очень много мертвых душ, на которых выделяются субсидии. Если мы сделаем такую базу, то эксперты говорят, что может быть экономия до 20%. А чтобы в реестр льготников не затесались подпольные миллионеры, доход потенциальных субсидиантов тщательно проверят. Ведь главная проблема в тени. Человек официально получает мизер, а в конверте – вполне конкурентную зарплату. Депозит, какие-то самые доходы. Будут другие доходы враховываются. Это говорит о том, что сам уровень субсидий уменьшится. Да и в бюджете нет денег, чтобы монетизировать субсидии 9 миллионам украинцев. Поэтому единственный выход для уряда – это субсидии, причем суттево, около тех, кто вообще будет иметь право на субсидию. Как работает монетизация, уже этим летом почувствуют на себе галичане. Во Львовской области стартует эксперимент. Там в реальные деньги переведут льготы за проезд, чтобы понять, выгодно ли это государству и перевозчикам. Ведь сейчас власть задолжала владельцам маршруток 150 миллионов гривен. Те даже возить льготников отказывались, но услышав про монетизацию, оживились. А вот сколько транспортных денег будут давать на руки, пока неясно. Мы сегодня дискутуем с Министерством социальной политики над обсягами перерахунка денег. Мы должны каждой человеку честно сказать, что она в месяц должна будет получать такую и такую сумму. Главное, как говорят львовяне, чтобы они все-таки получали обещанную властью монету. Всего будем пешки ходить, потому что денег на автобус нет. Если эксперимент в Львовской области пройдет успешно, такая схема заработает с Нового года по всей Украине. Но есть в стране место, где монетизация льгот работает давно и весьма неплохо. Это Верховная Рада. Депутаты – одна из маленьких социальных групп с большим перечнем льгот. Меня просто удивляет эта ситуация, если кто-то начинает говорить относительно этих пиль. Звернуется то, как когда депутатам давали квартиры, а потом приватизировали. Цего сейчас нет. Слуги народа каждый месяц получают денежную компенсацию и за проезд, и за жилье. Хотя хранят в банках и под матрацами миллионы. Почти половина нардепов не гнушают собрать из госказной деньги на аренду отельных номеров. Вот декларация Евгения Мураева. Человек он не бедный, имеет дорогие часы, 18 миллионов гривен налички и еще несколько миллионов в иностранной валюте. А рядом в графе указаны скромные 168 тысяч гривен государственной компенсации за отельный номер. Руслан Демчак, который переживает, что на субсидиях никто богатый не нажился, сам имеет 133 миллиона гривен наличкой и арендованный дом площадью 355 квадратов в Лондоне. А в Киеве живет в отеле за казенный счет. У меня есть номер, и я живу за Киевом, а иногда я там ночую. И тем самым поступает не только благоразумно, но и благородно. Взагаля, отель Киев. Если бы не эти перерахования Зарховной Рады ему на рахунок, то он бы давно был с банкротом не здесь. Это помогает одной державной установке, другой державной установке. Владимир Порасюк спасать отель Киев отказался и снял квартиру недалеко от места работы, на Печерске, за 12 тысяч государственных гривен. Можно либо квартиру, либо в отеле Киев за одни часами кошки. Когда-то это был разрахунок за договором, теперь это просто гроши приходят на банковский рахунок и делай с ними что хочешь. Ну вот такая монетизация, поэтому... Ну тут немного неправильно, тут не требуется никакой монетизации. Необходимы ли такие льготы депутатам? Сами нардепы отказываться от них не готовы. Тут нужно разъяснить. Польга – это то, что ты имеешь, не заслуживши. А работа и обеспечение функциональных оборудований – это совсем другое вопрос. Получается такая функциональная арифметика. Возьмем человека без мандата. Вот обычный житель Киева со средней зарплатой 10 тысяч гривен. За эту сумму работник сам снимает себе жилье, оплачивает коммуналку и проезд. А вот человек с мандатом. Зарплата – 17 650 гривен, плюс 14 тысяч на аренду жилья, плюс 2 тысячи на транспортные расходы. К примеру, в 2015-м на обеспечение Верховной Рады из бюджета потратили 671 миллион гривен, а в 2016-м больше 900 миллионов. Только на компенсацию жилья слугам народа уходит 2,5 миллиона ежемесячно. Вы сами видели, когда запросили пильги АТО, вместо того, чтобы сделать реальную допомогу, грешевую, таранам АТО, тем, кто действительно потребует ликования, поддержки, сделали пильги. И что? Кто у нас побег за пильгом? Тоже, чиновники. Обещанная монетизация субсидий потянет примерно на 45 миллиардов гривен, а монетизация других льгот еще на 25. Эта сумма для украинского бюджета неподъемная, поэтому реформа растянется на долгие годы. Льготников сократят, соцпомощь пересмотрят. При этом чистка вряд ли коснется получателей льгот по мандату. Павлина Василенко, Галина Якушко, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер.